Привет, бой! Искаюты, с вами Кьюбайт. Вот он, трейлер, который мы все ждали, который, не знаю, там, проверяли каждую минуту канала официальный. Это, конечно же, Шазам, Ярость Богов, второй трейлер. Давайте посмотрим, что там и как, потом будем оценивать. Эпик. Золотое яблоко? Мы... ...двары. Мы будем аннилировать все. Чемпионы этого рейма могут сделать ничего, чтобы остановить нас. Ты очень манесен. Я просто хочу, чтобы вы это знаете. Многое изменилось в последние два года. Согласен. Многое изменилось, DC перестал существовать. Рэп. 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 Ты знаешь точно, что должно быть сделано. Билли, что ты думаешь? Я должен сделать это. Мы закончим это сейчас! Да, мы сделаем. Сейчас будет шутка какая-то, да? Нет шутки в конце. Это DC. Это DC. Так, давайте по порядку. По каким-то впечатлениям о трейлере. Ну, во-первых, в начале, конечно, был сарказм. Мало кто ждет, на самом деле, Шазам, Ярость Богов. Скажу так, первый фильм мне понравился тогда, когда я его смотрел. Он отличается от той киновселенной DC, которую как бы, наверное, большинство хотят видеть. Такое, что-то... Противоположность Марвелу, то есть мрачность, минимум юмора, больше какой-то драмы, прям такой нагруженности. Но мне он показался веселым. Не потому, что он сделан в духе Марвел, потому что сам фильм был веселый. Закрый Ливай, сам по себе такой комедийно прикольный актер. Дэвид Ф. Санберг, который снимал его, вообще занимается коррорами. Там есть классные сцены, коррор-элементы в первом Шазаме. Вообще, сам режиссер и этой части, и прошлой части Дэвид Санберг, он обалденный мужик. Он ведет свой канал на Ютубе. Пони Смэшер называется. Он там в основном про кино. Он снимает еще короткометражки. Короче, прям мировой мужик, очень классный. Короче, техноблогер, грубо говоря, он такой. Прямо его в видеокласс смотреть. Но я не могу, конечно, из-за того, что мне нравится сам режиссер, типа, хвалить фильм. Выглядит это, ну, как какая-то такая фантастика. Пожалуй, даже не 2023 года, а, может быть, там, какого-нибудь десятого типа того. Есть интересные сцены, ну, какие-то такие впечатляющие, может быть, слегка визуально. Наверное, ближе к концу трейлера они появляются. Вот это вот, например, выглядит интересно, как город меняется. Ну, то есть, есть ряд сцен, которые прям выглядят очень неплохо. Да и в целом, это смотрится нормально. Не могу сказать, что это визуально вау, потому что, ну, видно, что как бы устаревший какой-то подход, что ли. Все эти монстры, все эти драконы, это настолько часто появляется, что, ну, этому сложно удивляться. И если бы я просто этот трейлер видел, не зная, что это за фильм вообще, к чему он относится, как-то слишком все намешано, замиксовано. Плюс этот рэп на заднем фоне, он, мне кажется, вообще здесь, не знаю, он не качает меня в этом трейлере. Мне он показался лишним. Вот. И я не знаю, включил бы я этот фильм для просмотра. Вот. В чем проблема. Ну, этот фильм, по сути, должен тащить юмором, то есть такой комедийной составляющей, потому что Зака Львай такой комедийный актер, и в целом в первом Шозаме в этом вся была суть персонажа. Вот эти сцены классно сделаны с молниями, то есть больше такой какой-то темноты, потому что, ну и опять, финальная битва, я так понимаю, финальная битва ночью, это стандарт. То есть, и боевой дракон в качестве злодея, ну, по идее, там как бы бабушка вот эта злодейка, но, видимо, дракон. Не знаю. Какая-то такая экранизация Dungeons & Dragons, но только по ней будет отдельная экранизация, которая выглядит, как по мне, поинтереснее даже, чем вот этот ролик Шазама. Ну, не знаю. Очень спорно. И даже, ладно, ну вот, мне и первый трейлер показался довольно спорным, и этот, да, довольно спорным. Не прям вызывает желание посмотреть фильм. Я, конечно, в любом случае его оценю, что там и как. Но самая главная проблема в том, что... Давайте я запущу его, звук просто отключу, чтоб на фоне что-то играло. Спасибо, кстати, Warner Bros. Я знаю, что вы кинете или жалобу, или еще что-то. Я в курсе. Вот. Самая главная проблема в том, что этот трейлер, возможно, не имеет никакого значения, потому что Джеймс Ганн вот со дня на день, по идее, должен, как он обещал в январе, объявить свои планы на, там, первую фазу DC, на первый год, там, на первый год, годы, новой перезагрузки DC. Неизвестно, войдет ли в нее Шазам. Если нет, то этот трейлер тогда... Ну, то есть, и вообще этот фильм, это просто пшик. То есть, да, он будет, ну, не знаю, но это не то, за чем хочется следить, это не прям, знаете, столб всей киновселенной DC, как было, например, с Железным Человеком, ну, грубо говоря, или с франчузой Мстители. Поэтому очень спорно. И если действительно он не войдет в новую киновселенную, если его не оставят, то вообще тогда это мало какого-то смысла имеет. То же самое с Aquaman 2. У Флэша фильма совсем другая история, потому что там именно, возможно, покажут перезагрузку DC. Ну, и Флэш сам по себе интереснее, ну, не интереснее, а популярнее персонаж, чем Шазам. Шазам интересный персонаж, но вот как-то, не знаю, трейлер. Вот эти вот драконы, вот эти вот какие-то боги, не знаю, я не уверен. В первом фильме был клевый злодей тем, что его играл Марк Стронг. Вот. И этим, конечно, тащил там вся харизма в этом. Очень спорно, не знаю. Пишите в комментариях, что вы думаете, как вам этот трейлер. Может быть, вы не согласны со мной совершенно, и вы прям фанатеете от Шазама, и у вас совершенно другое мнение, и это будет нормально. Я с удовольствием с вами почитаю такие комментарии. Давайте дискутировать, общаться. В первую очередь, комментарии служат, чтобы вы пообщались, нашли какое-то мнение, которое вам нравится или не нравится, подискутировали. Вот. Ну, пока так. Фильм выходит в марте же, да, кажется? Сейчас, где-то это было, нет? Что он выходит в марте. По-моему, он в марте выходит. 17-го, что ли? А, вот! Тут большими буквами. Да, 17-го марта. 17-го марта, когда посмотрим, не знаю, но посмотрим. Вот. В общем-то, все. Всем спасибо. Всем пока. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok